Сейчас мы перейдем к новому учению, к новой теме. И название этого урока препятствия в том, чтобы доносить Евангелие евреям. Поэтому мы поняли, что очень важно доносить Евангелие сначала евреям. То, что это в Божьем сердце. А также есть множество препятствий, которые нам нужно преодолеть. Для того, чтобы донести Евангелие им. Я хочу поговорить о четырех основных препятствиях. Первое препятствие, вы посмотрите на меня и скажите, что вы говорите? Мне скажите, о чем ты говоришь? Потому что первое препятствие это Бог. Вы подумаете, как же Бог может быть препятствием? Я расскажу вам. Второе препятствие это церковь из неевреев. Третье препятствие это евреи. И четвертое препятствие это Сатана. Первое препятствие. Как же Бог может быть препятствием? Бог на самом деле не препятствием. Но, скорее всего, у Бога есть модель спасения человечества. Что включает в себя частичное ослепление умов евреев. К Ешуа. К тому, чтобы увидеть Ешуа. И это есть препятствие. Потому что, если ваш ум ослеплен, и вы не можете чего-то видеть, то как же мы позволим им это увидеть? Если я скажу жене, прочти, что написано на доске. И я закрою ее глаза. И я скажу ей, читай, читай. Она никогда не прочтет. Но знаете, что все мы, кто евреи здесь, мы так делаем. И мы скажем, посмотри. Видишь, Ешуа? И вот, что нам нужно делать в отношении евреев. Вы все знаете отрывок Писания 2 Коринфянам. 3, 12, 16. Знаете Писание или мне прочесть? Вы просто говорите это, и я скажу это. Поэтому, у нас есть такая надежда. И с великой смелостью мы проповедуем. И не как Моисей, который надел покрывал на свое лицо, так, чтобы израильтяне не могли его видеть. Но их умы были ослеплены до сего времени. И тоже покрывало остается на них. Когда они читают Ветхий Завет. Потому что покрывало снимается только Христом. Или во Христе. Римлянам 11, 25. И я тоже прочту его. Потому что очень важно это увидеть. Потому что Я не хочу оставить вас, братья, неведения. Хорошо. Ветхий 25. Я не хочу оставить вас, братья, неведения о тайне сей. Чтобы вы не мечтали о себе. Что ожесточение отчасти Произошло в Израиле. Я хвалю Бога за эти два слова. Отчасти. Потому что если Бог ослепил глаза евреев, Если бы полностью ослепил их глаза, то мы бы никогда не пришли к спасению. Но поскольку Он ослепил отчасти, Он как бы небольшой проблеск оставил. Так, чтобы мы видели Иешуа. Поэтому почему Бог ослепил умы евреев? Как мы уже прочли. Именно нам 11.27. Он ослепил их глаза. Чтобы полнота язычников пришла к спасению. И затем Он говорит, что когда войдет полнота язычников, тогда весь Израиль спасется. Не каждый еврей, но многие евреи придут к спасению. И в этом мы видим две вещи. Это Божья стратегия для спасения всех народов. И когда Иешуа возвратится, весь Израиль спасется. Что это значит? Это значит, что многие из израильского народа поймут, что Иешуа есть Мессия. И они придут к спасению. Мы знаем, что Божьи пути не наши пути. И знаете, что мы бы по-другому все делали. Мы бы, можно сказать, вычеркнули евреев. И мы бы сказали, что они так много бунтовали, что нет никакой надежды для них. Но слава Богу, что Он не такой. И Бог использовал израильтян для того, чтобы явить Себя языческим народом. И Он будет использовать языческую церковь или же церковь из неевреев для того, чтобы вызвать, возбудить ревность у евреев. Чтобы евреи были спасены. И в определенное время Бог соберет остаток евреев. Небольшую группу верующих евреев. Мы называем себя мессианскими евреями. Некоторые из нас здесь мессианские евреи. Я мессианские евреи. Почему Бог собирает этот остаток мессианских евреев? Потому что мы лучше всего подходим для того, чтобы донести Евангелие евреям. Почему я так говорю? Мы понимаем их. Кто из вас в этой комнате евреи и кто ходил раньше в синагогу? Прежде чем как вы пришли к Господу. Портодоксально. Поэтому вы понимаете евреев. Вы понимаете их корни. Вы понимаете, почему для них трудно принять Иешуа. Когда люди пришли ко мне и рассказали мне об Иешуа, в то время, как я практиковал иудаизм, я разозлился на них. Я сказал, оставьте меня. Я уважаю вашу религию. Уважайте мою религию. Поэтому я понимаю, откуда евреи пришли. Ты понимаешь, откуда евреи идут. И поскольку мы это понимаем, мы сможем приблизиться к ним, быть более чувствительными. Я раньше был в ювелирном бизнесе. И внезапно закрыл этот бизнес и начал служение. Поэтому, когда мы переходим к таким праздникам, как Песах и Роша-Шана, обычно мы посещаем мою семью. И они приглашают другие семьи. И там так много людей собирается. И первое, что меня спрашивают, ну, и что ты теперь делаешь? И тогда это предоставляется возможность. И мы рассказываем им Евангелие. И вот что еще. И когда такое происходит, и засидим за большим столом, мы сидим с одного края стола, и так что общаемся с людьми напротив и рядом с нами. И когда мы говорим с ними о Ишуа, то другие сидят вот так. Они сидят на стулях, и они все пытаются слушать, что мы говорим. Это появляется такая возможность делиться Евангелием с многими евреями. И моя жена работала с одной еврейкой, когда она еще работала среди адвокатов. И также эта женщина спрашивала мою жену, чтобы моя жена рассказала ей больше об Ишуа. Она не приняла Ишуа еще пока. Но, возможно, примет. Потому что теперь мы с ней общаемся, говорим с ней. Первое препятствие – это слепота. Второй момент. Каким образом еврейская церковь, церковь неевреев является препятствием? И вот, что можно сказать. Первое – это теология замещения. Вы все это знаете, что это такое. То есть, другими словами, Израиль и евреи в Библии, зачеркиваете, и вставляете церковь везде. Бог завершил свою работу с евреями. Отверг их. И что теперь церковь – новый Израиль. Но это неправда. Почему я говорю? Потому что, если это правда, тогда как же я могу здесь стоять мессианский еврей? Если Бог со мной закончил, я бы пошел в ад. Но, слава Богу, я иду на небеса. Как мессианский еврей. И если Бог завершил свою работу с евреями, из-за их бунтарства, то как насчет церкви? Бог сказал церкви, языческой церкви, чтобы они возбудили ревность в евреях, и чтобы они спаслись. Вместо этого церковь убивала евреев, уничтожали маленькие городки, бросали их в тюрьмы, и крестовые походы, вы слышали о них? Во время крестовых походов группа людей, которые носили кресты впереди и сзади себя. И даже упряжка для лошадей тоже была там, кресты на них были видны. И они вторглись в Святую Землю и то, чтобы мусульманы знать из Иерусалима. Но по пути туда они начинали с евреев это все дело. И был такой случай, что они всю деревню выгнали. Детей, мужчин, женщин. Поместили их в синагоге, закрыли дверь, и зажгли синагогу. А за пределами синагоги они славили и хвалили Иешуа. Поэтому, кто больше разочаровал Бога, огорчил Бога? Евреи или нееврейская церковь? Потому что, если Бог закончил свою работу с евреями, тогда что же Он сделал с церковью? Можно подумать. Также вторая проблема, это проблема Двух Заветов, теология Двух Заветов. Как церковь говорит, не надо Евангелие доносить евреям, потому что они спасаются через свой завет с Авраамом. Но это неправда. Все мы знаем, что есть только один путь к спасению через Иешуа. И следующая теология, теория, не нужно доносить Евангелие евреям. Потому что, когда Иешуа возвратится, они примут Его как Господа спасителя всем народом. Это правда. Но как насчет всех миллионов евреев умерших между сегодняшним днем и будущим днем? Что мы их оставим, позволим им идти в ад? Нет. Мы должны донести Евангелие им. Следующая теология, доктрина, что Бог собирает только остаток, небольшую группу евреев. Поэтому не нужно доносить Евангелие евреям. Когда я услышал это, я пришел к Господу, и я спросил Его, Господь, это правда. Ты собираешь остаток. Слово Божие говорит об остатке, о большом количестве верующих евреев. И тогда Господь спросил меня, и Он спросил, Манфред, сколько людей должно быть, для того, чтобы была полнота язычников? Я говорю, Господи, я не знаю. Он сказал, сколько людей составляет невесту? Мы все часть невесты. Я говорю, Господь, я не знаю. Потом Он спрашивает, а сколько людей составляет остаток? И сказал, Господь, только Ты знаешь. Потому что остаток, это может быть 300 тысяч, или 3 миллиона. Поэтому все эти теологии на 100% неправильны. Все теологии основываются на неверной доктрине, и очень часто антисемитизме. И ясно, что Божье сердце в том, чтобы донести Евангелие евреям. Третье препятствие евреи, как же это может быть? 1 Коринфянам 1, vers 23, говорится, но мы проповедуем Христа распятого, для евреев камень притыкания, а для греков юродство. Распятие Иешуа и Его воскресенье это камень приткновения для евреев. Все евреи верят. И когда я был еще в иудаизме, я верил, что Иешуа уходил по земле. Я верил, он был хорошим раввином, замечательным пророком. Я верил, что он творил чудеса. Даже верил, что он умер на кресте. Но вот на этом все заканчивается. Потому что я не верил, что он воскрес. И я не верил, что он был Сыном Бога. Я не верил, что он был Богом. Не верил, что он Машех. Но я знал, что он был здесь. Поэтому евреи знают о Иешуа. Просто не принимают Его как Спасителя и Машеха. И также мы должны понять, что евреи не понимают концепцию первородного греха. Евреи верят, что люди идут на небеса. Чем лучше человек, тем выше уровня вы достигнете. И только очень плохие люди. Очень-очень плохие люди не попадут на небеса. Они верят, что человек создан по образу Бога. И поэтому человек хороший сам по себе. Хорошее создание. Поскольку они не понимают первоначального греха, первородного. Они верят, что хорошую моральную жизнь, добрые дела, молитву, цедака, благотворительность, это способ, как тебя простят и тебе простят грехи. И милость Бога. И самое большое препятствие, которое евреи должны преодолеть, это Отец, Сын и Дух Святой. Потому что какое основополагающее утверждение веры евреев? Шма Исраэл. Адонай Илухейну. Адонай Ихад. Слушай, Израиль. Господь наш Бог. Господь един. И они думают, что христиане служат трем богам. Служат Богу-отцу. Ишуа-бог. И Дух Святой Бог. Они не понимают, что это один Бог. И это большая проблема. И очень трудно объяснить Бога-отец, Сын и Дух Святой. Я даже не думаю, что люди здесь, и даже я, полностью можем понять Отца, Сына и Духа Святого. Вы полностью понимаете это? Потому что если вы понимаете, объясните это мне. Мы не понимаем. Но мы принимаем его верой. Так же, как Иешуа мы приняли верой. Самое лучшее объяснение, которое могу рассказать, это вода. Если взять воду и кипятите ее, то увидите, как будет пар подниматься. Если я поставлю в холодильник воду, станет льдом вода. Это все одно и то же. Вода, пар, лед, это одно и то же. Но у нас, как у нас, как у нас тоже, это другое, разное. Одно и то же, и другое. И как Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух Святой, присущности Бога. Но одно и то же. Может быть, это единственный лучший вариант, как я могу объяснить. Кто-то Бог-отец, сын Дух, просто принимает это верой. И знайте, что это правда. Также мы знаем, что пропитались евреи Талмудом, Мишной, Гемарой. Вы все знаете, что это такое? Это учение рабинов мудрецов на протяжении столетий. У нас есть Танах, записанный закон. Талмуд — это устный закон, переданный рабинами. Мишна — учение рабинов и мудрецов. Гемара — интерпретация закона. Но все эти вещи, все эти книги — это от людей. И хотел бы вас всех поощрить. Принимайте только то, что от Бога. Рабины очень мудрые и хорошие люди. Но вы ничего не можете убрать либо добавить до Слова Божьего. Бог сам это говорит. Также мы знаем, что когда евреи принимают Иешуа как своего Спасителя, их отвергает семья. Отвергают друзья, община. Это произошло со мной. Я вчера вам рассказывал. И из-за этого существует страх потерять вот эту связь. Кто я? Я еврей? Я христианин? Я все еще еврей? Ну, я хочу сказать вам, кто я. Я абсолютный еврей. Который любит свой народ. Который любит Израиль. Который любит Бога. Который любит участие в Песахе. В Шавуоте. Мне нравится с моей семьей этот праздник. Поскольку я последователь Христа. Я христианин. Потому что что значит христианин? Это греческое слово. Что также есть на английском языке. Это означает последователь Мессия. Вот что значит христианин. И слово христианин. И слово машех. Это одно и то же. Все мы последователи Мессии. Поэтому да, я христианин. Но я еврей. И ничто не заберет мое еврейство. Если кто-то приезжает из Греции. И он посвящает свое сердце Иешуа. Он что, перестает быть греком? Нет. Если кто-то из Украины. Украина. Если кто-то из Украины отдает свое сердце Иешуа. Что он перестает быть украинцем? Нет. Если еврей отдает свое сердце Иешуа. Он не перестает быть евреем. Нахун? Да. Окей. И так же хочу упомянуть дух религии. И так же дух колдовства над еврейским народом. И я хочу предложить, что tonight, when you get home, read Matthew 23. И можете прочесть Матфея 23 главу. Но я буду просто два стиха. Я буду просто два стиха. Я буду просто читать Матфея 23, verses 13 и 15. Матфея 23, 13 и 15. Давайте. Хорошо. Давайте. Давайте. И горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих в войти не допускайте. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и суши, чтобы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте Его сыном гиены, вдвое худшим вас. Это Дух религии. Они налагают религию на людей. Галатам 3, стихи 1-10. И там говорится о колдовстве. И что значит колдовство, волшебство? И вы скажете, что евреи, колдовство, волшебство? Что такое? Потому что евреи изучают Каббалу. Каббала – это мистика, мистицизм. А мистицизм не от Бога. Поэтому важно, когда вы молитесь о евреях. И когда я пойду в ту синагогу, я во имя Ишуа разрушу дух религии и разрушу дух религии, дух колдовства. Очень важно это сделать. Я хотел бы больше углубиться в детали, но, к сожалению, время не позволяет. Также Галатам 3, 1-10 прочтите. И мы также можем потом поговорить об этом. Четвертое препятствие. Как Сатана является препятствием? Пять вещей, которые произойдут до пришествия Ишуа, возвращения Ишуа. Есть многое другое, что должно происходить. Но эти пять вещей, которые беспокоят евреев. Первое – это рождение современного. Слава Богу, Израиль уже есть. Второе – Иерусалим должен быть в руках евреев. Это произошло в 1967 году. Третье – евреи должны быть воссоединены в Израиле. И когда мы здесь сейчас сидим, евреи совершают алию в Израиле. В Израиле где-то 5,2 миллиона евреев. Три миллиона из других стран, из всех стран. Поэтому Бог собирает Свой народ. Четвертый момент – это должна состояться полнота язычников. В современном телевидении и интернетом Евангелие распространяется по всему миру. Больше и больше людей приходят к Ишуа. И пятое – Божий остаток из евреев должен тоже быть собран. И они говорят, что в современном мире числа не точны. Говорят, что между 200 и 300 тысяч мессианских евреев по всему миру. Поэтому Бог собирает Израиль тоже такой. И два события из тех, которых я упомянул уже произошли. Израиль уже есть. Иерусалим в руках евреев. И евреи возвращаются. Это сейчас происходит. Сатана знает, если он сможет уничтожить евреев и сможет уничтожить Израиль, Ишуа никогда не возвратится. Почему я так говорю? Потому что Писание говорит, Ишуа возвратится на Ильянскую гору. Это написано в Захарии. И мы завтра это рассмотрим. И даже в книге Деяний мы видим, когда Ишуа был вознесен, он возносился с Ильянской горы в облаке. И ангел сказал, что как вы видите его уходящим, так же он возвратится. Он возвратится на облаках. И он возвратится на Ильянскую гору. Поэтому вы слышите такие людей, как Ахмадин Аджад, и он говорит, я мечтаю о карте, на которой нет Израиля. Сатана пытался уничтожить евреев. Уничтожить нас. Не получилось у него никогда. Он пытается уничтожить Израиль. И у него не получится. Он может отложить на время возвращения Господа. Но он не воспрепятствует этому. Скажем «Аллилуйя» на это. Поэтому что Сатана сейчас делает? Он препятствует возвращению остатка евреев. Кого он использует? Не еврейскую церковь? Мы говорили о разных теологиях. И он самих евреев использует для этого. И мы должны молиться против этого. И последний мой пункт. Как же мы преодолеем эти препятствия? Мы должны молиться. Мы должны молиться, чтобы Господь убрал пелену сердец и глаз еврейского народа. Чтобы они увидели Иешуа как Машеха. Мы должны молиться, чтобы Бог дал евреям откровение и Слово Божьего. Потому что в Ветхом Завете очень много таких отрывков, стихов, которые говорят о Иешуа. Мы должны молиться, чтобы нееврейская церковь исполнилась это поручение, данное Богом. Спровоцировать ревность среди евреев так, чтобы они спаслись. Также молиться, чтобы Бог высылал делателей на еврейскую ниву. Также молиться, чтобы Бог дал евреям смелость сделать это последнее шаг, последний шаг в том, чтобы принять Иешуа как Господа и Спасителя. Я верю, что есть некоторые евреи в Одессе которые думают о Иешуа но они боятся сделать этот шаг. И знаете, какова часть нашего служения еще? Что мы делаем? Мы говорим евреям в которых есть вопросы по поводу Иешуа придите к нам придите к нам и можете задавать вопросы. Это безопасное место. Евреи, которые размышляют о Иешуа должны знать, что здесь, в МЖБИ это безопасное место, они могут прийти и задавать вопросы. Вы знаете, что евреи, которые приходят к спасению через наше служение возможно, они потеряли свои семьи они знают, что в нас они обретут новую семью и что мы ждем их помогаем их, учим их и если у евреев возникают вопросы то они будут знать, что здесь семья которая будет молиться о них, любить их они по этому только могут прийти и в конечном итоге принять Иешуа. И последнее, это разрушение духа колдовства и также духа религиозного над евреями. И я буду молиться, чтобы Бог использовал вас чтобы нести Евангелие евреям. Что бы хотелось сейчас делать тоже, послужить. Моя задача не просто вас учить это хорошо но Бог хочет, чтобы это практически было применимо. И здесь я не чтобы учить а чтобы служить ободрить вас потому что это я только хочу делать только это. И когда я вижу здесь людей вижу удивительных людей которых есть судьба от Бога данная Богом и Бог говорит, я хочу использовать тебя и я молюсь, чтобы вы позволили Ему использовать вас потому что вы особенные Бог вас избрал Он выбрал вас из всех людей, которых вы знаете для Его целей и вы особенные и я благословляю вас Аминь Аминь поклонения и прославления и давайте во время поклонения и прославления потому что потому что когда мы хвалим приходит Дух Святой и давайте в то время все вместе будем молиться о всем том, что я сказал может быть может быть даже это займет времени следующего урока это все равно это более важно вы согласны? можете так? да? хорошо, чудесно the Lord bless you take a break and then we will pray this during the praise of the nation I love you people I love you people you're very special it's a privilege to be here it's a privilege to be here Amen